Привет, меня зовут Лёша, и я научу тебя монтировать DaVinci Resolve менее чем за 10 минут. Прямоугольничек. Untitled Project. Вы нажимаете на него два раза, и у вас открывается вот такая штука. Забудь про эти две вкладки, они вам вряд ли понадобятся, потому что всё это можно сделать в третьей вкладке. Переходите в неё, и закидывайте вот сюда, в мастер, свои любые исходнички. Перекину, например, вот эти вот футажи. Прекрасно. Теперь мы можем их поместить вот сюда, и уже дальше использовать. У нас появилась дорожка Video 1 и Audio 1. Мы можем теперь вот тут вот листать это. Также вы можете нажать просто на пробел, чтобы смотреть, как оно выглядит в реальном времени, либо на вот эту кнопку. Что же обычно нужно делать после того, как вы закинули видосик? Конечно же, его обрезать. Вот так вот. Остановим. Можете ещё листать по одной миллисекунде назад-вперёд, используя стрелочки влево и вправо. Вы просто нажимаете Command плюс B, либо Control плюс B. Также не забудьте сменить раскладку на английскую, потому что DaVinci очень к этому придирается. И чтобы удалить лишнее, вы можете нажать просто Backspace, кнопочку, которую стираете. Либо, если вы хотите, чтобы вот эта вся часть передвинулась сюда, а не сделала просто вот так, выбираете вот этот момент и нажимаете Shift плюс Backspace. И оно вместе со сдвигом делается. Чтобы отменить, вы нажимаете Control плюс Z, либо Command плюс Z. Оп, оп, всё. Если же я хочу отдалить или приблизить timeline, я просто зажимаю Option и кручу колёсико мыши. Alt плюс колёсико мыши, если у вас Windows. Теперь, как же убрать этот зелёный фон? Для этого вы просто переходите во вкладку Fusion. Нажимаете на вот эту кнопочку «Effectы». И здесь нажимаете OpenFX – Keying. И выбираете любой из этих Keying, который вам будет больше по душе. Но я выберу 3D Keying. И кликаете в место, где находится ваш green screen. Теперь вы можете покрутить вот этот ползуночек и посмотреть, когда уже исчезнет весь зелёный фон. Тут уже можно отдалять и приближать с помощью Control плюс колёсико мыши, либо Command плюс колёсико мыши. Всё. Можем выходить отсюда. Прекрасно. Она у нас уже на прозрачном фоне. Но вы скажете, он чёрный. Давайте возьмём какое-нибудь другое фото. Вот, например, вот это. Оно у нас сейчас поверх, потому что всё, что будет находиться на слое выше, то есть у кого цифра выше, тот и будет находиться на слое выше. Если я поставлю её поверх, она будет поверх. Теперь как же её подвинуть? Я вот сейчас дёргаю, ничего не происходит. Для того, чтобы её пододвинуть, нужно нажать на вот эту вот кнопочку. И теперь вы можете её хоть масштабировать, хоть пододвигать. Но если вам нужно, например, обрезать её, вот здесь выбираете «Обрезка кадра». Всё. И, например, поставим её сюда. Если я хочу, чтобы вот этот прыжок сверху прямо вот сюда. Для этого выбираем то видео, которое мы будем анимировать. Ставим на нужный нам кадр. Теперь ставим её на начальное положение, то есть первый кадр, как она должна быть изначально. И нажимаем на вот этот ромбищик. Прекрасно. Теперь перематываем несколько кадров, сколько нам нужно. И ставим ещё один ромбищик. Это уже второе наше положение будет. Теперь удлиним это изображение. Нам нужно зажать вот здесь, пока у нас появится вот такая штука. И просто продвинуть. Мы можем изменить его ширину. Замечательно. Я бы смотрел на это вечно. У нас уже получается вот такое прекраснейшее видео. Как же сделать переходы? Заходим теперь вот в эту штучку. Находится она слева, снизу от нашего мастера. Открываем панель элементов. И выбираем «Видеопереходы». Здесь уже есть какие-то готовые видеопереходы. Вот такие есть. Вот такие. Вы можете сами попроводить вот так вот и посмотреть, как они будут выглядеть. Ну, например, я выберу вот такую спираль прекрасную. Мы берём и накидываем её вот сюда. Что же делать, если вы хотите удлинить этот переход или укоротить? Вы выбираете вот здесь длительность. Например, 0,1 секунда. Давайте поставим ещё текст. Нам же надо как-то пометить, что это наше творчество, чтобы никто его не украл. Для этого мы должны нажать вот на этот поиск. И здесь выбрать «Текст». Также вы можете это сделать просто пролистав чуть-чуть вниз в панели элементов и выбрать «Титры». И здесь выбрать «Текст плюс» либо «Текст». Также здесь уже есть какие-то готовые красивые тексты. Но мы выберем самый обычный текст. Нажимаем на вот эту нашу дорожку с текстом и выбираем любой текст. Я напишу, например, название своего канала. Белый здесь, как вы видите, не подходит. Нажимаем на цвет и вот тут вот выбираем цвет. Любой, какой нам понравится. Что вы здесь можете ещё сделать из самого важного? Поменять шрифт. Изменить ему размер. А если я хочу сделать анимацию появления этого текста, есть такой параметр «Написание». Нажимаю на ключик, на наш ромбик. И делаю на начало 0 и конец 0. Нажимаем сюда. Конец 1, начало 0. Нужно ещё поставить вот тут вот ключик. И потом в самом конце уже поставить 1 и начало 1. Вот. Но теперь вы можете заметить, что у нас какое-то месиво из звуков получилось. Для того, чтобы это исправить, вам нужно продвинуться вниз, на аудио. И вот тут вы можете уже регулировать, что-то делать со звуком. Например, я хочу, чтобы осталась только песня 9 мм. Мы зажимаем Option и нажимаем на нужную нам штучку. Ну, либо Alt на Windows. И нажимаем на Backspace. Ну, вы скажете, но вот я не хочу её удалять, я хочу только сделать потише. Для этого нажимаете сюда и в громкости уже что-нибудь делаете. Также вы можете делать затухания. Для этого вот так вот можете сделать. Нажмём на соло, чтобы было слышно только этот рэп. Также вы можете такие затухания в конце, либо в начале делать с видео. Что мы сделали за это видео? Мы научились ставить какие-то переходы, научились делать анимации простые, научились писать текст, удалять зелёный фон с картинки. Думаю, этого будет вполне достаточно вам для того, чтобы сделать какое-то своё первое видео. Поэтому мы переходим в последнюю вкладочку. Вот в эту ракету. Что тут самое важное? Самое важное это разрешение, частота кадров. Например, я выберу 1920 на 1080. Число кадров, как и стояло изначально, 25. Добавить в очередь рендеринга. И здесь выбираем какое-нибудь имя. И нажимаем Рендеринг всего. Также ещё бы хотелось мне сказать, как поменять разрешение у вот этого окна. Нажимаете на файл. Настройки проекта. И вот тут вы можете как раз-таки выбрать любое разрешение, которое вам будет нужно. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что это видео было для вас хоть как-то полезным, что оно вам понравилось. Если понравилось, можете поставить лайк, написать какой-то комментарий. Например, как раз-таки, что вам понравилось и что не понравилось. А также, что сделать в следующем видео. И подписаться на канал. Всем удачи, а я пойду спать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!